Всем привет, с вами Дмитрий Михайлов. Поехали на очередной объект. Вот такая вот труба кирпича, обшита профилем. Там два канала 270 на 270 и один 140 на 270. Один под газовый канал, другой под твердотопливный, либо под пилет, еще не было. Решено в нашем доме в стадии строительства. Возникли пара вопросов здесь, но пошлите вам покажу вовнутрь, что у нас будет внутри помещения. На первом этаже в котеле у нас три отверстия. Одно отверстие идет под твердотопливный котел, одно под газовый и одно под вентиляцию. Обязательно в котеле должно быть в вентиляции. Видите, здесь шахты необылили, здесь видим, здесь мы небо не видим, потому что оно закрыто. А закрыто по следующей причине, потому что было смещение. Закончил я монтаж домохода. Сейчас мы находимся, грубо говоря, на кирпичной кладке, на самом верху. Смотрим, что у нас получилось. Вот это шахта под газовый котел, дальняя под твердотопливный котел. Здесь стоит под газовый котел 150 на 200. Для чего я ее поставил, чтобы как можно меньше было конденсата. Потому что конденсат он всегда есть, никуда вы от него не денетесь, но его можно уменьшить. Вот эта шахта, она утеплена кирпичная. Утеплена шахта. Я покажу вам, как я сделал переход еще вам на чердаке. Потому что там был холодный участок, я его также утеплил. И мы вышли внутри. Голая труба, снаружи утепленная. И там, и там утеплитель 25 мм. Больше сюда не поставишь, поэтому как есть, так есть. Обратите внимание, юбки стоят. Потому что поставится грибок, здесь сейчас где-то 30 см примерно. Это стандартная высота. Поставится общий грибок, потому что он еще под котельным. Вентиляция должна быть. Это обязательно. Никак без вентиляции. И вот эта юбочка закроет монтажное отверстие. Ну, конечно, герметик под нее проложить. Ну и супер будет. Гидроизоляция обеспечена. И обратите внимание вот на такие вот крепления. Потому что, если ездите, смотрите, трубы стоят, бывает криво. Есть разные причины, почему они стоят. Ну, я вам покажу, как можно их оцентровать. Всего лишь один из вариантов. Ставится такой вот хомут. И к нему такие вот привариваются шпильки. Вот такие Г-образные формы планки с единицей 430-кой. И мы крепим их либо к руку, либо к кирпичу. Так есть брусок на довольно большом расстоянии. Я прикрепился к бруску. Если нету, тогда крепитесь к кирпичу. И здесь, и здесь. Все, трубы стоят четко, ровно. Уровень будет. Для меня это важно. Я довольно много времени этому уделяю. Потому что все-таки хочется, чтобы заказчик радовался. И люди смотрели и не говорили, что это за монтажник монтировал дымоход. Все, давайте спускаться вниз. Я вам покажу на чердаке, что я сделал. И как я вам обещал. Покажу вам, как я прошел, вернее, врезался в кирпичную кладку. Вот наша кирпичная кладка. В процессе строительства изменения появились. Потому что шахта должна быть... Отверстие было сделано вот здесь, и шахта стоит здесь. Но почему-то сместились и закроили, вернее. Не почему-то, а из-за кровли сместились в сторону. И отверстие у нас оказалось здесь. Вот это утепленная труба. 150 на 200. 304 внутри. 430 снаружи. Еще раз повторюсь. Полностью обрезали утеплитель. Под этим утеплителем стоит базальтовый утеплитель. Сантиметров в 10. в коробе. И выше дополнительно уже здесь стоит каменная вата. Прессованная. Мы ее сделали аккуратненько отверстие. Подогнали, чтобы не было никаких мастиков холода. Потому что, как видите, чердак будет холодный. И если этот участок оставить неутепленный, то количество конденсата в разы увеличится. И вот в шахте это выглядит примерно так. Затем плита с утеплением станет на вот эту вот полностью стенку. Так вот подрежется аккуратненько под углом. Все будет изолировано. Все будет утеплителем. Хочу отметить, что вот этот вот угол 45 градусов, вот этот вот сегмент, я поставил с единицей. Потому что на нем упирается 3,5 метра трубы. Большой стуль можно было ставить, но я решил поставить единицу. Все. Идем мы теперь в котельню. Смотрим, что получается у нас в котельне. И вот у нас два патрубка, два дымохода вышли из плиты перекрытия. Справа под водотопленный котел, либо пилетный еще. Владельцы не решили, поэтому никакой подводки не делают. И с левой стороны под газовый котел. Еще раз повторяю, все объекты разные. Поэтому комплектации, как правило, стандартной нету. Это очень редко, когда стандартная комплектация уходит. Поэтому всегда какие-то нюансы, какие-то вопросы возникают. Но даже этих двух дымоходов, несмотря на то, что есть проект, не должно быть. Они должны были быть в других местах и в другом виде. Все. С вами был Дмитрий Михайлов. Коминбай. Монтировал я очередной дымоход. Поэтому, если вам нужна помощь, обращайтесь ко мне. Заказывайте у меня монтаж, выезжайте на замеры, никаких проблем. Напоминаю, что я работаю по Минску и Минской области. Если вы находитесь далеко, фотографии на вайверх. Коминбай. Подписывайтесь на мой канал, кому было интересно. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok